Друзья, всем привет! Меня зовут Никита Кислов, я тренер по плаванию. Я научил плавать более тысячи человек. А сегодня у нас интересный ролик, потому что сегодня я расскажу, что такое комплексное плавание и какие виды плавания в него входят. Если готовы, давайте начинать! Как мы все с вами знаем, что существует 4 основных стиля плавания. Это кроль, кроль на спине, она же спина, брас и дельфин. Комплексное плавание включает в себя все 4 этих вида. Для начала я расскажу, что же такое комплексное плавание. Комплексное плавание – это соревновательный вид, где смешаны все стили. Существует, простыми словами, индивидуальное комплексное плавание, а также эстафетное комплексное плавание. Если вы плывете индивидуально, то последовательность стилей следующая – дельфин, спина, брас, кроль. Если вы плывете в составе эстафеты, то в эстафете участвуют 4 участника И первым там начинают на спине, потом брасом, потом человек плывет дельфином И следующий уже плывет кролем Почему начинают именно со спины? Потому что спинисты стартуют с воды И если будет предыдущий человек доплывать, они в них упрутся Поэтому сначала первые стартуют спинисты И после того, как передают эстафеты, уже с тумбочки прыгает следующий стиль А сейчас я расскажу про каждый стиль, какая техника для того, чтобы вы понимали Самый популярный стиль плавания это кроль От английского названия краул, что в переводе означает ползти Также его называют вольным стилем В чем заключается техника этого стиля? Вы плывете на груди, руки у вас работают в мельнице, ноги работают фонтанчиком Дышите влево, дышите вправо Собственно, вот этот стиль называется кроль Также этот стиль называют вольным Изначально все соревнования по плаванию проводились без разделения стилей И, конечно же, все плыли кролем на груди И обозначались они как плавание вольным стилем В этом стиле существуют дистанции 50 метров, 100, 200 метров, 400, 800 и, конечно же, полторы тысячи метров для стайеров Стайеры это те, кто плывут длинное и монотонное плавание Спринтеры это те, кто плывут короткие и быстрые отрезки Следующий стиль плавания это батерфля или так же, как его все называют, плавание дельфином Батерфля один из самых красивых стилей плавания При этом он очень технически сложный И при этом очень много сил на нем тратится Как правило, дельфинам учатся плавать в последнюю очередь Потому что он сложный технически И обычному новичку это практически нереально Раньше было только три стиля Это кроль, спина и брас Далее при модернизации браса начали появляться первые виды стиля именно батерфляй В чем они заключались? Решили, что эргономичнее проносить руки не под водой, а над водой Но ноги при этом работали тоже брасом Впоследствии уже на эти дельфинные руки наложили естественные движения хвостом Вот так вот и появился стиль батерфляй Кстати, батерфляй это основной стиль Майкла Фелпса По подсказочке вот здесь я рассказываю, как тренируется и живет Майкл Фелпс Рекомендую посмотреть этот ролик Следующий вид плавания это кроль на спине В простонародье спина Популярный вид, в котором плавают очень многие люди Чем он популярен? Тем, что когда ты на нем плавешь, у тебя голова находится на поверхности И тебе легко дышать Благодаря этому многие новички именно через спину начинают плавать Кстати, спина является третьим по скорости плавания стилем Ее опережает кроль и дельфин Следующий стиль это брас Брас произошел от слова месить То есть буквально вы плывете, размешивая воду Брас является самым медленным стилем плавания Его опережает кроль, батерфляй, спина И на четвертом месте у нас брас Также он является сложным техническим стилем плавания Потому что соединить руки под собой При этом следить за тем, чтобы ноги делали круговые движения Это реально заставляет нас подумать и скоординироваться И по затратам брас чуть-чуть менее затратный, чем дельфин А так по затратам он очень много сил забирает Также основное еще отличие браса То, что на брасе при старте и при повороте Можно делать большой выход от бортика Можно скользить под водой сколько ты хочешь Допустим, если в других видах спорта стоит ограничение Что твой выход должен быть не больше 15 метров В брасе выход может быть сколько угодно Кстати, существует два вида браса Это наш спортивный классический брас А также любимый сочинский брас Любимый всеми бабулями И теми, кто плавает на море От этого и пошло название сочинский брас Когда мы руками работаем буквально вот так Ноги у нас как-то болтаются И мы не опускаем голову под воду Это не тот брас и это не хороший брас Потому что, когда у вас голова наверху Мышцы шеи все время напряжены И они не расслабляются Поэтому, если вы плаваете сочинским брасом Обязательно учитесь плавать спортивным брасом Друзья, на нашем канале более 100 обучающих роликов На все виды плавания Поэтому в первом комментарии я закреплю ссылочку Где вы можете их посмотреть Вот здесь сейчас появится голосовалка Укажите, какой ваш самый любимый стиль плавания И в комментариях обязательно напишите, почему Также, если вы хотите научиться круто плавать Переходите на сайт школы плавания SwimRocket Выбирайте удобную для вас программу В группе, индивидуальную, дистанционную И начинайте плавать Ребят, вот сейчас появляется мой инстаграм Подпишитесь на него обязательно Там посмотрите, как я живу Что я делаю Как я тренирую людей Какие отзывы они оставляют И вообще, что такое мир плавания Ну а на этом все Это был Никита Кислов Школа плавания SwimRocket Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok